ребята говорю что это занятие для новичков поэтому опытным пользователям может показаться что много слов а новичку всегда мало слов и так ребята вот я себе сделал план но мы сейчас пойдем немножко по другому плану то есть я буду отсюда выбирать вещи вспомнили нашу цель понять что такое объектно ориентированное программирование и так давайте рисовать что такое объект ну что такое объект в в википедии сами прочитаете а я вам объясню каждый из вас знает что такое верт оперативная память компьютера но у всех там все выбирают 8 там 16 2 гигабайта понятно что компьютер будет работать так вот представьте мы берем грубый пример что у нас есть память это место на ней к так вот а теперь давайте возьмем вот эта пустая память на может ли она быть объектом вы знаете не может тогда давайте зададим вопрос почему а что же такое объект ребят вот смотрите сейчас секунду вот у нас я буду так вот рисовать да есть забор давайте попробуем поместить этот забор в эту память и теперь смотрите вот сейчас реальный цвет какой ну сейчас реальный цвет какой розовый да там себе салатовый так вот смотрите ребят объект в первую очередь это то что имеет свойство теперь вспоминайте с реальной жизни у вас в деревне около дома обязательно был забор вы можете вы можете взять кисточку взять краску и перекрасить забор но конечно можете так же в реальной жизни ребята вы красили что-нибудь вы красили я спрашиваю конечно скажете да красили ребят так вы изменяли свойства объекта вы сделали вместо одного цвета другой давайте вместо салатового сейчас делаем другой цвет давайте сделаем другой цвет красный или синий да мы только что изменили красный на синий то есть теперь давайте подумаем что такое объект объект это область считайте памяти которая имеет свойства которым можно обратиться и которые можно изменить то есть свойства дальше иду ребят но но отлегся но надеюсь что с того момента продолжу но правильно может быть на забор это не совсем похоже но вы представьте что это забор но ведь забор имеет материал правильно то есть мы видим что это реальность материал материал забор имеет вес ну правильно забор имеет дальше я уже не буду записывать до данные ширину высоту ну высоту ну высоту запишем в любом случае чтобы мы не писали есть определенные свойства видите да а теперь вспомните и жизни прежде чем сейчас вот когда я готовил материал для этого урока чтобы вам все это дело объяснить чтобы вам все это дело объяснить так вот кто в школе дочитает первый человек который создал объектно ориентированное программирование это было создано в смайтальк языке и именно исходя из жизни то есть как вы видите объектно ориентированное программирование это полностью продолжение нашей жизни только в информационном мире и ребят теперь вспомните автомобиль стол дом но ведь эти все вещи в жизни делали вы можете я теперь возьмите лист ручки и бумагу которые вы отложили и возьмите то чем вы занимаетесь хобби кто-то занимается шитьем девчата да возьмите напишите опишите швейную машинку ну давайте возьмем пушвейную машинку она имеет цвет вес материал ребят и самое интересное с потом поймете она состоит из множества деталей да и все детали имеют вес цвет и все далее то есть объектно ориентированное программирование зачем создано в языке оно выражается при помощи инструкции класс и это уже в школе мы изучаем программный код а сейчас основы то есть есть инструкция класс она в kotlin в python одинаковая только по-разному записывается как я сказал в школе мы далее проходим разбираемся в коде нам важно сейчас чтоб вы у себя ассоциации создали швейную машинку я себе пометил потому что для нас будет это интересный вариант теперь у меня такой к вам вопрос вы поняли теперь перенесемся да то есть сейчас я немножко не то хотел сказать теперь насчет забора в компьютере в компьютере если допустим вы посмотрите на забор у вас моментально произойдет что это забор у него есть имя а здесь здесь у нас был бы если сейчас поймем в компьютере то нам надо было присвоить имя вы знаете это забор он там синий и красный и зеленый из дерева или там из железа вы это моментально объединяете потому что вы с этим сталкивались компьютеру надо все рассказать подумайте если у нас есть цвет материал вес высота и так далее ведь это надо где-то разместить значит наверное надо место память и мы почему я говорю вот сейчас отвлекусь да изучайте два языка потому что например при работе Сергеем Осадчем да в данных курсах при изучении я понимал и я его попросил разобраться что такое self то есть в python вот мы при помощи self и init определяли место определяли ссылку то есть программно вы здесь в уроках разберетесь вот если бы мы взяли python то там все просто то есть технически это у нас python да как только я написал например и нет self то есть python выделил место создал связь ссылку то есть знает где искать это место присвоил этой ссылке значения это совершенно так же самое как переходить с сайта на сайт примерно то же самое поняли да в kotlin все немножко по-другому потому что язык со статической типизацией и мы когда изучаем правильно мы начинаем изучать в kotlin просто это не объяснение это не урок что просто вот новичок немножко въехал в kotlin тоже название дальше мы придумали класс но в kotlin есть такой параметр как конструктор это к чему я говорю kotlin язык со статической типизацией то есть типы данных мы указываем сами в python все типы данных определяются сами какие типы данных вы зададите вопрос новичок да возьмем же тот же забор он имеет вес но ведь вес надо определить в числе допустим это один два килограмма либо там цвет цвет да он имеет цвет то есть особенность синий зеленый красный это надо определить тоже как строку это и есть типы данных при помощи чего мы работаем с объектом а теперь ребята смотрите то есть я вам это это не урок мы изучаем техническую сторону в школе где это мой делся то есть в к патлин в kotlin и патлин в kotlin и python по-разному по-разному код но принцип один и тот же потому что как вы сейчас дальше поймете есть столпы то есть основы объектно ориентированного программирования которые мы используем каждый день которые мы понимаем и для чего это делаем поняли по сути дела в конце проговариваем подводим итог что такое объект еще раз ребята я говорю что я не пытаюсь сказать это умными словами возможно это грубо это область памяти надо куда-то поместить которая имеет свойства здесь надо было бы добавить да методы но я это грубо говоря что-то делает этот забор ну машинка допустим заборе плохо а машинке иголка строчит иголка вставляясь тогда это уже методы как вставить иголку но мы в любом случае это есть вещи которые мы понимаем которые мы присваиваем что забору цвет материал и эти значения можно присвоить и значит их можно изменить так вот суть объекта что мы можем обратиться к этим свойствам и изменить их или применить где-то ну согласитесь это верно вот он представили себе швейную машинку ведь мы можем вынуть иголку и вставить новую то есть заменить состояние машинки изменено иголка новая руками это сделать девушка которая шьет она открутила вставила быстро программе надо объяснить то есть сначала нам надо описать машинку описать иголку описать все потом заменить но самое главное от вас я добиваюсь одного понимания что объект это то что имеет свойства которым можно обратиться которые можно изменить и совокупность этих свойств и называется объектом и в python и в kotlin есть основа то есть допустим в python он так и называется объект а объект так и называется это внутри написанный код то есть что язык уже понимает что такое объект в kotlin тоже есть класс any то есть прототип работы с классами в языке уже описан и так я надеюсь что вы поняли что такое объект позже что это 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 Продолжение следует...